Здравствуйте! Вы смотрите «Диалог». О работе землеустроительной службы предлагаю поговорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Александр Васильевич Моторас, начальник землеустроительной службы Гомельского облсполкома. Родился в 1973 году в Житковическом районе. Высшее юридическое образование получил в 1995 году в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Позднее окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности международные отношения. Трудовую деятельность начинал помощником прокурора в Реческой межрайпрокуратуре. На протяжении трех лет работал с судьей в Речице. В 2004 году занял должность начальника отдела хозяйственного суда Гомельской области. А в 2007 заместителя начальника главного управления юстиции Гомельского облсполкома. На нынешней должности с 2009 года. На вопросы, которые касаются деятельности землеустроительной службы, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77-68-45 Здравствуйте, Александр Васильевич. Добрый вечер. Территория Гомельской области. 40 тысяч квадратных километров. Пятая часть всей Беларуси. Александр Васильевич, вся эта земля находится на контроле землеустроительной службы? Бесспорно, так и есть. Все это земельные ресурсы Гомельской области, которые могут быть использованы и используются для той или иной цели. Условно, по законодательству, они разделены на определенные группы. И среди этих групп порядка 30% используются в виде сельскохозяйственных земель. Это пахотные, луговые, земли под садами. И, что примечательно, порядка 55% нашей территории занимает леса и прочая древесно-кустарниковая растительность. Ну, а все остальное, оно распределено между землями населенных пунктов, между землями промышленности и так далее. Правило, которое в последние годы стало более чем строгим, вот у каждого этого квадратного метра должен быть хозяин и там должен поддерживаться порядок. Насколько удается, на ваш взгляд, сегодня его соблюдать? Несомненно, если любым делом заниматься серьезно и настойчиво, то и будет определенный результат. Как раз таки, вы правильно сказали, мы нацелены на то, чтобы у каждого квадратного метра был хозяин, который бы добросовестно выполнял свои обязанности. Что касается практического воплощения вот этой идеи, то мы целенаправленно обеспечим вовлечение земель, в первую очередь, сельскохозяйственным оборотом, для того, чтобы все пустующие неиспользуемые земли приносили именно пользу в сельскохозяйственном производстве. Ну а там, где такой возможности не имеется, эти земли передаются в земли Гослесфонда, где будут успешно выращиваться лесные культуры. Все знаете, да? Где какой участок, что на нем расположено, где ветхие дома, где неиспользуемая земля. Данные вам пооставляют советы? Да, в силу наших профессиональных обязанностей на территории районов есть землеустрельственная служба райисполкомов, на высшей степени это землеустрельственная служба область полкома. Вот эта команда совместно с сельскими исполнительными комитетами обеспечивает инвентаризацию земель, поиск неиспользуемых земель и последующее определение и принятие реальных мер для того, чтобы эти земли были вовлечены в хозяйственный оборот и нашли своего хозяина. О предоставлении земельных участков предлагаю далее поговорить. В начале этого года было совещание у президента по этому вопросу и речь шла о том, чтобы по возможности устранить административные барьеры, чтобы эту процедуру предоставления участков сделать проще. Вот за прошедшее время реально произошли ли какие-то изменения? Само по себе совещание ознаменовалось подготовкой проекта нормативного права акта главы государства и было направлено как раз таки на то, чтобы упростить административные процедуры, связанные с изъятием и предоставлением земельных участков. На сегодняшний день пока проект соответствующего документа находится в стадии обсуждения среди государственных органов, в том числе с учетом общественного мнения, и пока этот документ не подписан. Но в целом вся работа направлена на то, чтобы облегчить жизнь людям, юридическим лицам при получении земельных участков для тех или иных целей. Что касается практики работы на сегодняшний день, то мы на территории области в рамках существующего законодательства все делаем для того, чтобы эту работу упростить. В частности, если говорить о наших нововведениях, то мы пришли к тому, что когда продаем земельные участки с аукционов, то обеспечиваем подготовку документов таким образом, чтобы, купив этот земельный участок, новый правообладатель мог его использовать для максимального широкого круга целевых назначений. Это позволит в последующем, когда была мысль об одном целевом назначении, а в дальнейшем при реализации проекта было решено изменить эту цель, чтобы не ходить по инстанциям и не оформлять дополнительные документы. Уважаемые телезрители, мы также готовы упростить вам задачу. У вас есть возможность задать вопросы, поэтому, пожалуйста, ею воспользуйтесь. Сегодня в Гомельской области 7 тысяч свободных участков, если я не ошибаюсь. Сколько очередников? Вот это соотношение спроса и предложения, как он выглядит? Здесь речь идет о земельных участках для индивидуального жилищного строительства. Действительно, это 7 тысяч земельных участков и чуть более 2 тысяч желающих получить эти земельные участки. То есть, если в среднем говорить, то одному желающему попадает порядка 3 земельных участков. Ну и на первый взгляд, проблема эта решается, и как будто бы дефицита земельных участков нет. Но надо констатировать, что, тем не менее, этот дефицит наблюдается с той точки зрения, что очередность по-прежнему сохраняется. Ну, где-то она искусственно сохраняется по той причине, что наши граждане не удовлетворяют те земельные участки, которые государством подобраны и предложены этим гражданам. И основная причина этой неудовлетворенности в том, что они обеспечены земельные участки коммуникациями. В то же время со стороны государства предпринимаются возможные меры в нынешних финансовых условиях для того, чтобы максимально обеспечить эти территории водоснабжением, газоснабжением, канализацией и так далее. Ну и, конечно же, перспективы эти районы, которые подобрали и прилагаются нашим гражданам, они будут обеспечены в силу тех норм, которые существуют в государстве. Где наиболее востребована земля? Земля востребована, как правило, рядом с крупными центрами. Город Гомель и окрестностей, и крупные районы центра, такие как Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Калинкович. В общем-то, по всем этим регионам подобрано достаточное количество земельных участков, которые бы удовлетворили спрос наших граждан. Сегодня в Гомеле есть свободные площади? В Гомеле эта проблема решена. Район застройки Романовича, так называемый, который представлен тремя очередями. Количество имеющихся там земельных участков полностью позволяет покрыть спрос всех желающих. Если мы говорим о 400 порядка граждан, которые состоят в очереди, то количество земельных участков более 500. При всем при этом из этих 400 граждан уже прилагалось каждому из них конкретный земельный участок. Пока они отказались в надежде на то, что получат более привлекательный участок с более привлекательными характеристиками. То есть уже распределена третья очередь Романовичей, да? Нет, она еще не распределена. Там еще достаточное количество участков свободных для этих целей. Можно получить, да, тем, кто заинтересован? Первая и вторая очереди, она постоянно в движении, потому что в силу определенных житейских обстоятельств, многие отказываются от земельных участков. Во многих случаях нам приходится изымать эти земельные участки и повторно предлагать нашим гражданам. Ну вот об этом предлагаю далее поговорить. Ежегодно новыми владельцами участков становится около тысячи человек. Скольким из них удается эффективно распорядиться такой возможностью? Ну, статистические данные говорят о том, что каждый пятый участок мы изымаем. Следовательно, 80% земельных участков успешно осваиваются, и граждане, получив их, воплощают в жизнь свои намерения и строят индивидуальные жилые дома. Ну а те, кто не смог это сделать, в силу тех или иных причин, эти участки изымаются и повторно предоставляются уже новым гражданам. Продолжим, Александр Васильевич. У нас есть телефонный звонок на линии. Давайте выслушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста. Да, Александр Васильевич, есть такой вопрос. Я не стою на учете нуждающихся, но хотела бы приобрести участок для индивидуального строительства. Посмотрела на сайте вашей организации, что в интересующем меня месте, а именно Терешковический сельский совет в деревне Калинино есть участок. Написано «Свободен». Позвонила в сельский совет, и мне сказали, что он с аукциона продается. Так, кто же мне прояснит ситуацию? Где последняя информация и правильная информация? Спасибо. Информация, которая изложена на сайте, она абсолютно объективная. Она говорит о том, что участок свободен, но в то же время он продается с аукциона. На территории Гомельской области есть ряд населенных пунктов, где ненуждающимся в улучшении жилищных условий земельные участки предоставляются только по результатам аукциона. Насколько я припоминаю, именно этот сельсовет тоже подпадает в эту зону. Потом вариант один. Подобрать земельный участок именно в том населенном пункте, в котором можно получить земельные участки, ненуждающимся в улучшении жилищных условий. Перечень этих населенных пунктов находится на том же сайте, и там в режиме легкого, удобного доступа можно это все определить. Но я хотел бы сказать всем телезрителям о том, что по законодательству местные органы власти обязаны включить в перечень свободных участков все земельные участки, включая те, которые будут продаваться с аукциона. По каждому из этих земельных участков есть конкретная информация, в каком режиме он может быть предоставлен конкретному человеку. Александр Васильевич, а по какому критерию идет это распределение? Предлагаются участки для нуждающихся, либо предлагаются участки для продажи с аукциона? Эта работа проводится на усмотрении местных исполнительных комитетов, исходя из спроса и возможного предложения на каждой конкретной территории. Если мы имеем конкретно населенный пункт, конкретные свободные земельные участки, и видим, что земельный участок в силу определенных причин привлекателен, допустим, недалеко речка, недалеко лес, и очевидно, что будет спрос у большого количества граждан, тогда он выставляется на аукцион. Если же предполагается, что он не будет продан, или если же иметься множество желающих на территории сельсовета получить из числа нуждающихся, тогда он прилагается в порядке очередности, которая существует в этом сельском исполнительном комитете. Для того, чтобы получить детальную информацию по каждому конкретному участку, есть возможность позвонить по телефону той землеустрельственной службы, на территории которой этот участок находится, и задать конкретный ответ по этому участку. Можно позвонить в сельсовет, там тоже ответят на этот вопрос. Не нашли, в чем я очень сомневаюсь, ответы в этих органах. Служба область полкома готова подставить плечо и найти ответы на все вопросы. Может ли быть, что на территории конкретного сельсовета, того населенного пункта, который интересует нашу зрительницу, нет участков, которые распределяются для нуждающихся? Они могут быть все с аукциона? Они могут быть и все с аукциона, могут, такой вариант не исключается. Но в нашем случае телезритель не нуждается в улучшении жилищных условий, потому ей нужно два варианта решения вопроса. Либо с аукциона, там, где хотелось бы его приобрести, либо же без аукциона, но в том населенном пункте, который не входит в аукционную зону. Этот перечень населенных пунктов, повторяю, который где с аукциона, он находится на сайте, и его легко изучить. Спасибо большое, что так подробно вы разъяснили нам. Давайте продолжим. Землеустроительная служба знает, у скольких участков, которые номинально имеют хозяина, но, по сути, там никакого порядка и никакого толка нет. Бесспорно знает, ежедневно над этой темой работает, выявляет эти земельные участки, принимает меры, выдает предписания, привлекает к ответственности, потому что есть определенные рамки поведения у застройщиков. И таким образом стимулирует к тому, чтобы был порядок и шло движение по строительству. Либо участок будет изъят. В какие сроки должен быть освоен участок, если речь идет о строительстве? Что касается строительства индивидуальных жилых домов, то эти участки должны, освоение этих участков, должно быть начато в течение одного года, с момента получения свидетельства о праве на этот земельный участок. Закончить строительство необходимо в течение трех лет. При этом под окончанием строительства предполагается возведение фундамента, стен и крыши дома, независимо от ввода дома в эксплуатацию. Если же есть какие-то причины объективные, то законодательство позволяет продлевать эти сроки до 8 лет. То есть можно консервировать, да, так говорят, строительство? Консервация, продление сроков строительства, все это в законодательстве урегулировано, и общий срок может быть 8 лет. Главное соблюсти всю эту процедуру для того, чтобы не нарушив его и не оказаться вне рамок закона. Куда обращаться с подобными заявлениями? Ком? Что касается продления сроков, это компетенция органов по архитектуре и строительству. В райисполкомах есть такие подразделения, туда подают соответствующие заявления, и ими рассматриваются и принимают соответствующие решения. Вот в данный момент у вас приблизительно сколько претендентов на изъятие? Вот исходя из той статистики, которую я называл, если мы тысячу участков в год предоставляем, то порядка двухсот участков ежегодно изымаем. Вот исходя из этого, вот пятая часть земельных участков, как правило, подлежит изъятию. А для чего бы вы взяли земельный участок? Этот вопрос наши корреспонденты адресовали жителям области. Давайте узнаем, как они отвечали. Не нужен, потому что у меня уже есть. Спасибо. Честно сказать, что, конечно, это очень хорошо для отдыха иметь, в первую очередь. С точки зрения моего видения, для моей семьи я бы имела дачный участок для выпуска своего своего. Под строительство, ну, если жить негде, можно взять. Да? А для дачи не брал бы. Почему? Потому что дача есть, сейчас одни убытки с ней. Получается. Семенок купи, это купи, удобрение купи, все купи. А на базаре сейчас дешевле. Даже не знаю. Но я же говорю, у меня все есть, поэтому мне очень трудно ответить. Я не знаю, не располагаю данными, сколько это сейчас стоит. Ну, вот как мне, так если это очень дорого, так я бы его не брала. А если это относительно, так я бы взяла. Но у меня есть дача. Под строительство жилья, конечно. Потому что у меня дочь, зятя, они снимают квартиру, платить за это приходится дорого. Так никакой надежды нет получить жилье от города, наверное. Как раньше было в нашей моей молодости. Я думаю, лучше взять под дачу, чтобы можно было построить себе там какой-то домик, куда можно выехать и спокойно провести время с семьей, с друзьями, с хорошей компанией. Под строительство, естественно. Дача у меня есть. А не дорого? Дорого, очень дорого. Поэтому нет возможности строиться. То есть сейчас он мне уже не нужен. Если бы раньше я его брала, то я, конечно, если бы могла, то я бы построила дом. Дом. Если бы была помоложе, под жилье бы брала. Под жилье. Под коттедж. Наверное, взяла для какого-нибудь дела собственного. Так как сейчас, ну, вроде как все неплохо и можно начинать какие-то дела. Ну, сейчас же есть помощь, да, там, молодым предпринимателям. То да, почему нет. Нет, если я составлю неплохой бизнес-идею, приду с этим в исполком, выскажу все. Я думаю, то, что исполком, в принципе, может и чем-то помочь. То есть что-то часть моя семья, поможет что-то я. И почему нет? Почему не создавать какие-то рабочие места? Пускай это будет 40 человек, пускай это будет 20 человек. Но это стоит того. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о предоставлении земельных участков. Если это не очень дорого, то я бы взяла, говорила одна из наших опрошенных. Александр Васильевич, какими средствами нужно располагать, чтобы реально имело смысл браться за освоение участка? Я уверен в том, что на сегодняшний день мы обеспечили предложение таким образом, что оно рассчитано на любой кошелек, если говорить с точки зрения приобретения земельного участка, не беря во внимание то, сколько придется денег вложить в тот или иной проект. Потому что каждый из этих проектов, он индивидуален. И опять же, зависит от пожеланий конкретного человека. Земельный участок можно получить как бесплатно, при определенных условиях, так и за определенную сумму денег. При этом сумма денег, опять же, зависит от места расположения земельного участка. Очевидно, если это центр города Гомеля, то и цена будет здесь высокая. Если это будет окраина города Гомеля, значит цена будет гораздо ниже. А если речь идет об индивидуальном жилищном строительстве и нуждается в улучшении жилищных условий у человека, так земельный участок предоставляется бесплатно. Ну а что касается вложения денег в строительство, я повторяю, что это все индивидуально. Ну а что касается аукционов, то какой ценовой диапазон из прошедших? Минимум и максимум можете припомнить? Возьмем за пример, за основу город Гомель. На сегодняшний день цена участков формируется от 2,5 тысяч долларов, ну и может колебаться до 20 тысяч долларов. Все зависит от того, где он расположен, какие там коммуникации есть, какое транспортное сообщение и так далее. При этом в основу берется такое понятие, которое есть в государстве, как кадастровая стоимость, которая определяется именно государственными органами и утверждается местными исполнительными комитетами. Опять-таки об этой стоимости наши враждане с помощью современных интернет-ресурсов имеют возможность узнать в режиме реального времени по каждому конкретному земельному участку, который его интересует. Насколько успешны проводимые аукционы? Ну, я думаю, что по городу Гомелю, да, наверняка здесь много желающих. А районные службы, им удается проводить аукционы? К сожалению, не все районы имеют возможность продавать земельные участки с аукционов. Ну, в силу определенных, опять же, для нас всех очевидных причин. В первую очередь, решающую роль имеют загрязненность радиацией в определенных районах, хотя здесь и исключения есть. Например, вот на территории Ветковского района мы успешно продаем земельный участок. Здесь играет свою роль удаленность от города Гомеля незначительно. Плюс там, с точки зрения природной привлекательности, есть неплохие места. И в итоге спрос на эти земельные участки довольно-таки высок. Опять же, и в каждом районе цена земельного участка зависит от того, где он находится, и насколько он обеспечен коммуникацией. Ну, да. Желание построить дом, оно, конечно, по-человечески очень понятно, кто бы отказался при наличии возможностей. А стали ли чаще брать землю под другие цели, под развитие бизнеса, например? Соотношение процентное для тех или иных целей, оно на том же уровне остается, независимо от тех перемен, которые происходят в финансовой среде. Я приведу такие цифры. И, опять же, наши телезрители в результате опроса подтверждают о том, что основное желание у них вызывает приобретение для строительства индивидуальных жилых домов. И под эту тематику мы формируем порядка 80% земельных участков. С учетом спроса формируем под торговые объекты, и они продаются. С учетом этого для коллективного садоводства и так далее. Но, к сожалению, относительно создания производств желающих мало. И тех проектов, которые уже имели место, и мы предоставляли именно под эти цели, успешных проектов, опять же, незначительное количество. Но дело здесь не столько в том, что нет сил у потенциальных инвесторов для этой работы, а больше оно связано с тем, что у нас много неиспользуемого недвижимого имущества. И проще его привезти и там начать это производство, чем начинать ее семья. Вот эта тема будет актуальна тогда, когда не будет у нас неиспользуемого имущества и вынужден будет строить интенсивно новый объект. Понятно. Спасибо, Александр Васильевич. Есть вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Так, у меня есть такой вопросик. Я получил участок, стоял на очереди нуждающийся, начал строить фундамент, но у меня потом возникли эти проблемы с финансами. И теперь, как мне продать этот участок? Сколько лет вы уже осваиваете участок? Ну, только один год его получил. Да. Понятно, спасибо. Александр Васильевич, подскажите, пожалуйста, как грамотно теперь вот в этой ситуации так поступить, чтобы не потерять? Три года есть на возведение стен и крыши. И тогда обязательства перед государством будут абсолютно выполнены. Но, повторю, что есть возможность продлевать эти сроки до 8 лет. Потому, если есть необходимость, нужно обращаться и с полком о продлении, либо о консервации той стадии, которая уже на сегодняшний день. Если фундамент, то есть реальная возможность законсервировать. Должен быть фундамент. Хочу сказать, что никто не снимает от обязанности наводить и поддерживать там порядок. Ну, главное, держите в курсе ваших планов местные органы власти, да? Да. Не нужно закрываться от этой проблемы и быть один на один с ними, потому что, если это произойдет, то могут быть соответствующие проблемы более серьезные. Спасибо, Александр Васильевич. Сейчас предлагаю прерваться ненадолго и посмотреть как раз продолжение нашего разговора сюжет. Мы вернемся через несколько минут. Субтитры сделал DimaTorzok Еще один участок в Гомеле выделен под строительство многофункционального здания с паркингом на 300 мест. Здесь цена вопроса 150 тысяч. В землеустроительной службе городского исполнительного комитета такую стоимость объясняют удобным месторасположением. Рядом одна из самых оживленных магистралей города и, по сути, четыре новых спальных микрорайона. Правда, на торгах, которые прошли 7 июня, продать участок не получилось, что, впрочем, не исключает положительных итогов на других аукционах. Аукционы проводятся не реже, чем раз в месяц. В городе Гомеле у нас сложилась такая практика, что 3-4 раза в месяц проводятся эти аукционы. За истекший период продано более 30 участков. Планируется в продаже в этом году у нас уже сформировано 43 земельных участка. И сейчас в стадии формирования порядка 40 участков находится. То есть, в принципе, 80 участков у нас практически готовы к продаже. Кроме участков для юридических лиц, землеустроительные службы сегодня активно предлагают земельные участки и для индивидуального жилищного строительства. Только в Гомеле таких около 30. Другое дело, что их стоимость может существенно отличаться. В центре города, например, такой участок недавно продали за 50 тысяч рублей. Среди наиболее популярных сегодня надел в деревне Красный Маяк. До 2011-го здесь было поле, на котором никогда не собирали высоких урожаев. Сегодня это одно из престижнейших мест для индивидуального строительства, приносящих в бюджет неплохие доходы. Впрочем, если и это место кому-то не по карману, есть варианты подешевле. Хотя и здесь необходимо учитывать один немаловажный момент. Речь идет о покупке земли с аукциона. Строительство самого дома будет стоить в разы больше. Стоимость земельных участков в Красной Маяке колеблется от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. То есть достаточно дорогие участки для того, чтобы все граждане имели возможность приобрести эти земельные участки с аукционных торгов. Мы также формируем участки в Романовичах. Там начальная стоимость у нас начинается от 50 тысяч рублей. В принципе, за 5 тысяч вполне возможно купить этот участок с аукционных торгов. При наличии средств без особых проблем через аукцион сегодня можно приобрести участок для садоводства. Только в Гомельском районе составлен список 127 садоводческих товариществ, где есть свободные территории. Процедура простая. Необходимо обратиться в местный райисполком и подать заявку на понравившийся и пока еще пустующий участок. Ориентировочная стоимость в садовом товариществе «Жемчужная поляна» на сегодняшний день 1 сотка составляет 670 белорусских рублей. Положительным фактором является месторасположение данных участков. Данные участки находятся вблизи леса, водоема и недалеко от города. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник землеустроительной службы Гомельского облсполкома Александр Моторас. Александр Васильевич, ну а что касается участков для ведения садоводства, то тут как соотносится спрос и предложение? И здесь у нас достаточное количество земельных участков. Существуют сотни садоводческих товариществ, где есть или могут быть свободные земельные участки. Ну и опять же статистика свидетельствует о том, что у нас ежегодно предоставляется сотни земельных участков, то есть которые находят новых правообладателей. Но в этой части законодательство содержит ограничение, что если на территории садоводческого товарищества есть свободные земельные участки, то государство не вправе в лице местных исполнительных комитетов создавать новые для того, чтобы более рационально использовать эти земли. Потому что здесь ключевое значение имеет вторичный рынок земельных участков вместе с существующими строениями. И как правило спрос удовлетворяется вот за счет этого оборота. Но повторю, что и новые земельные участки без строений предоставляются на территории всех районов, где эти садовые товарищества есть. Из недавних примеров? Недавние примеры и Гомельский район. Ну, Гомельский район очень понятно, да. Я думаю, что тоже это, наверное, самое популярное. И Мозырь, и Калинкович, и Речица. Спрос на эти участки есть. Хорошо. А за предоставлением участка для ведения фермерского хозяйства обращаются в Гомельской области? Я с удовлетворением отмечу, что динамика появления крестьянских фермерских хозяйств положительная. Их количество из года в год увеличивается, равно как и увеличивается площадь их земель. В среднем площадь среднего крестьянско-фермерского хозяйства составляет порядка 70 гектаров. Здесь какие правила обращения с этой землей? Ну, я хотел бы сказать о том, во-первых, если возникло такое желание, какой первый шаг нужно сделать? А первый шаг, опять же, это обращение к местным исполнительным органам власти, например, того, есть ли такие земли. А тоже, наверное, не в любом районе есть свободные такие территории? Мы поставили и реализовали задачу, чтобы существовал фонд перераспределения земель в каждом районе, чтобы желающие могли с чего-то начинать. К сожалению, это не самые лучшие земли, потому что мы достигли того уровня, когда все плодородные земли в хорошем состоянии, они имеют владельцев на сегодняшний день, и чтобы изъять этот земельный участок, необходимо их согласие. Ну, а при той политике, которую проводит государство, они должны использовать эти земли эффективно. Потому, используя их эффективно, конечно же, желания у них отказаться от этих земель, как правило, нет. Но для того и существует фонд перераспределения земель, чтобы эту проблему решать. То есть, динамика есть, возможности удовлетворить спрос есть, хотя, ну, тоже, наверное, да, в зависимости от степени загрязнения этой территории, в зависимости от плодородия почвы и каких-то природных красот. Ну, я скажу так, что здесь играет первостепенную роль то, насколько эти земли плодородные и насколько они могут приносить эффект от использования в сельском хозяйстве. А это пахотные земли, то есть выращивание... Как нужно распорядиться этой землей для того, чтобы ее не лишиться? Ее нужно использовать по целевому назначению. Это значит пахать, сеять, сажать, убирать. Кто проверяет? Опять же, проверяет землеустроительная служба. Ну, а второе, если это луговые земли, значит, использовать в качестве лугов для продукции животноводства. Приходилось сотруднику землеустроительной службы приезжать и видеть нечто совсем некрасивое на территории? Бесспорно, такие примеры тоже есть. Предоставили земельный участок фермеру. Он попробовал этого хлеба, оказалось, что он ему не по силам. И он тут же забыл и в ожидании лучших времен. Мы приезжаем, смотрим, как используется. Если он не используется, мы его изымаем. А изъятые у предыдущих хозяев участки, а их дальнейшая судьба, они уже через аукцион только реализуются? Ну, я имею в виду все участки, и под строительство, и под ведение хозяйства. Поскольку те земельные участки, которые ранее были предоставлены, и уже прошел определенный период времени, и за период с момента первоначального предоставления и до сегодняшнего дня, там уже построены коммуникации, они становятся более привлекательными. И вновь появляющиеся граждане с удовольствием их берут для нового строительства, если говорить о индивидуальном жилищном строительстве. И эти земельные участки, там, где есть спрос, мы стремимся продавать с аукциона. Но в то же время, если мы изъяли, а по-прежнему ажиотажа вокруг этого земельного участка нет, мы в порядке очередности всем желающим, которые хотели бы и для крестьянско-фермерского хозяйства, передаем новым владельцам. И не обязательно с аукциона. Ситуация, она такая, да, часто меняющаяся, очень динамичная. Как держать руку на пульсе, где можно ознакомиться с перечнем предлагаемых участков? Мы стремимся к тому, чтобы эту информацию сделать наиболее доступной, актуальной с помощью современных интернет-технологий. Существует сайт землеустрельственной службы Гомельского областного исполнительного комитета, который напрямую связан с сайтами гор райисполкомов. И благодаря вот этой системе сайтов можно всегда получить полную актуальную информацию о земельных участках, включая их изучение с помощью карт. Спутниковые снимки, где видны и природные характеристики этих земельных участков, где видны и коммуникации, дороги и так далее. То есть, не выходя из дома, находясь возле своего компьютера в домашних условиях, можно полностью изучить и получить полную информацию о том, как можно реализовать свою мечту. При этом, если нет каких-то вопросов, мы даем возможность позвонить по ряду телефонов и узнать, уточнить определенную информацию. Более того, сейчас мы стремимся модернизировать этот сайт для того, чтобы, по примеру, интернет-магазина можно было, не изучая все прилагаемые варианты, сразу по определенным характеристикам. Да, вводить какие-то критерии. Найти нужный себе участок по площади, по расположению, по стоимости, исходя из индивидуальных особенностей каждого желающего. На каком этапе создания единой базы? Что касается единой базы земельных ресурсов, то она существует, и при этом существует в нескольких вариантах. Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь является правообладателем данных о земельных ресурсах и правообладателях этих земельных участков. При этом есть публичная кадастровая карта, куда может войти в открытом доступе любой желающий и изучить определенную информацию. Это и относительно кадастровой стоимости, расположения, занятости и так далее. Есть еще один ведомственный ресурс, держателем которого является Белгипразе, и к которому имеют доступ все землеустрельственные службы и другие органы местной власти, где также содержится банк данных о земельных ресурсах. Эти банки данных не только помогают нам служебной деятельностью, но они помогают обычным гражданам в решении вопросов. Ну что же, остается только пожелать всем, кто мечтает приобрести участок или надел, удачной сделки, удачного приобретения, но вам, конечно, успехов в работе. Спасибо. У нас в гостях был начальник землеустроительной службы Гомельского облсполкома Александр Матарас. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»